Сегодня вечер 26 сентября, 2014 года. Двигаемся мы на Щелковский авторокзал с целью купить билетик. Слезем на выходные в Гомель, потом проведем все на юг на 30 километров и вернемся во вторник в Москву. Вот так, слегка разнообразим осенние деньки. Все, всем привет! Собственно, приехали, вот он вокзал. Вот с этого вокзала будет отправление. Сейчас закат, не видно никакой. Карасевый свет получился. Карасевый свет получился. Поселился я в Амаксе. Амакс. Да, правильно произношел. Видимо, сеть Амакс, а сам отель Визит называется. Значит, на четвертом этаже я поселился. Вот такой вот вид из окна. Ничего примечательного. Да еще строительные леса за окном. Значит. А четвертый этаж поднимается. По лестнице лифта нет. Вот так вот сам видит внутри. Очень простенько. Все стандартно. И все те же строительные леса за окном. Окно выходит. У нас в сторону уже до путей. То есть я буду слышать все прелести. Слушаете, да? Ну и все в таком духе. Вот подо мной автодорога. Номер этот относительно дешевый. Стоил он 500 тысяч белорусских. Это где-то 1600 рублей российских. Нормальная цена. Для такого места, да? Это сутки. Не было проблем заселиться рано утром. Сейчас только 7 часов. Меня заселили. И вот стоимость еще включен завтрак. В общем, вот. Такие переги. Значит. Нюанс сразу. Касательно вокзала. Если покупаете дальше билет с пересадкой, могут не принять карточку. Будьте готовы оплачивать кашем в белорусских рублях. То есть нужно будет метнуться и быстренько поменять. Отстоять одну очередь, обменять и вернуться заняло примерно полчаса. В субботу утром у них очень большая очередь была на вокзале. Поэтому учитывайте сей факт на будущее. Все. Едем дальше. Пару слов о гостинице. Чего просто заметить. Она настолько новая. Свеже-свеже. Завезенная, отремонтированная. Что вот этот светильник, в частности, он даже еще не был ни разу подключен. Вот. То есть я не знаю, сколько тут до меня останавливалось. но свеже-свеже отремонтированная и все. Правда, не нравится мне, что телевизор прямо в окна. Но я как бы и смотреть не собираюсь. Так что поедем в город, там еще что-нибудь поснимаем. Все. До встречи. И вот столько стоил этот номер. 420 тысяч белорусских рублей. В российский переведем 420 умножаем на 3,5 примерно получим рублей. То есть где-то 1260 рублей. Ну и для меня загадка, как получилось 1600. Мы примерно посчитали нарисовавшим именно такую сумму. В общем, надо будет сравнить с интернет-банком, станет ясно, сколько в рублях списали за него. Я пропустил как бы завтрак в отеле, потому что они не успели заказать на меня. Я поздно вселился, так сказать. И в связи с этим пришлось пользоваться услугами кафешки, которые при отеле. там я кушал яичницу, стоящую из двух яиц, и кофе. Вот яичница там была около 30 рублей по стоимости. Все остальное это кофе. Значит, вот на сумму в итоге 81 рубль мне это все стоило. Яичница плюс кофе. Ну и хлеб там был включен. То есть вот довольно-таки бюджетненько здесь получается. Мне вообще нравится приезжать в страну, где все стоит меньше, чем в той местности, где ты зарабатываешь. Очень позитивно выходит. Так что пожить сюда можно приезжать. Мне понравилось. Посмотрим еще на цены в торговом центре. Он есть совсем рядышком с гостиницей. Это узнал на ресепшене. И девочка из кафе подтвердила. В общем, изучим обстановку там. До встречи. В 15 минутах от вокзала находится рынок. Здесь торгуют всем, чем ни попали. Одежда, электроника. В этой части овощи, фрукты, саженцы. Вот такая погода встречает меня. Солнечное, но в то же время такие страшные тучи здесь ходят. Значит, вот они. Вот на рынке продают саженцы. В целом, это сам народ продает. Бабушки саженцы продают. Малина, цветы, кусты, все, что угодно. Груши, яблоки, все подряд. В основном здесь продавцы славянской внешности. Здесь ведемые белорусы сами. мало приезжают. Постой народ местный. Где машина? Вот она. цветы, кактусы, все, что рассады. Саженцы. Рассады, деревня, саженцы. 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 И за килограмм сколько? 45. 45 всего лишь, да? И вот это тоже цена за килограмм, да? в общем. Это самое интересное. Там шаурма на салатах, на мясе готовом, нарезанном. А там нет такого, что мясо жарят. Прямо вертели и потом сворачивают. Такого нет. сзади меня рыбный павильончик. И там я нашел кусочки семги спрессованные, если не мелкие, спрессованные и по стоимости 50 тысяч рублей. 30-110 вот в такой цене. 35 кусочки, цена их начинается 50-50 и 110 тоже хорошее чистое филе. У вас кусочки это видимо отходы от которые образуются при производстве филе. То есть обрезочки небольшие, в том числе и жирные. В общем, здесь вот первый раз я увидел, до этого встречал либо стейп, либо целиковую, филе, а вот здесь нашел еще кусочек. Может быть кому-то будет интересно. Эскавиатура здесь по тысяче рублей. Нет, то, что 300, но по тысяче. Тересок и дешевый вариант. Не все равно это 400 рублей. Может быть торговый центр это нормально. Ну и вот самый низкий вариант тоже 150 на шоу скирую. По УДЦЕ НОБЫ. Вот представьте, что в московском какой-нибудь сток-центре можно найти пары по тысяче рублей плюс-минус. незначительно. И выбор там небольшой. То есть там лежит то, что осталось. То здесь именно полноценный выбор, но при ценах порядка 800-1500 рублей. Самые дорогие но одни из самых дорогих не самые самые средние до 2000 рублей. есть это вот цена мужской обуви. Женские сапоги не смотрел, но скажу, а вот мужская обувь, но не дороже 2000 рублей за одну пару. Возможно очень даже хорошую. Так что в плане обуви здесь мне понравилось очень. Легче найти. Все в одном месте, даже небольшой городишко. Ну как, 500 тысяч населения. Несколько торговых центров. И вот в первом из них, в относительно небольшом, было найдено все, что мне нужно. Вот он, полихач выезжает задом на парковку. Собственно вот такие вот пироги. В целом доволен остался, что зашел. Идем возвращаемся в отель, сбрасываем покупки и выдвигаемся в общественные места. А вот так вот выглядит гостиница снаружи. Вот интересные строители леса. Мусор. В общем стройка полным ходом. Я немножко расскажу о том, что купил. значит вот такая вот сумочка я носить через плечо хочу. Там отлично сидит на магнитной застежке дополнительные кармашки с этой стороны здесь молния то есть можно лету не расстегивать что-то забросить. и все это удовольствие стоило 200 тысяч белорусских рублей то где-то 600 рублей российских. аккуратненько нормальная сумочка. Дальше вот такие вот ботиночки с каблуком для вывозок во внешний мир ибо условия города стачивается быстро. Вот такие вот мне обошлись подарок то есть эти 200 рублей 1000 рублей мне скостили то есть это такой подарочек мне дальше вот такие вот за 340 за 350 тысяч в них особо часто ходить я не собираюсь потому что подошва скорее для прогулок нежели для какой-то ежедневной ходьбы у меня проблема при моем весе достаточно большом около 90 килограмм вот эта вот часть условия города асфальта бетона либо продавливается либо стачивается поэтому для прогулок для легких и вот самый казарный момент который мне понравился больше такие вот ботиночки тоже для улиц очень хорошо под джинсы подходит и цвет понравился обводка вот эти стоили 500 тысяч то есть я заплатил 500 за эти 350 за эти и вот эти мне достались в подарок вот вот это вот собственно я и купил сегодня а теперь пока еще солнышко совсем не спряталось пойдем по улицам погуляем все до встречи ну и вот что получается по цене на ботиночке вот 500 со скидкой 95 350 со скидкой 66 200 со скидкой 38 и вот скидки суммарно равняются 199 900 то есть вот такие вот методики расчета вот так вот так выглядит сумочка не приноровился застегивать так вот очень хорошо прилегает мне в общем нравится хорошо зайчики рублей но пипец мне так неудобно с ними вообще общаться с мелкими из-за мелких вот это вот копейки да то есть это копейки да по нашему только их очень много получается вот если все вместе сложить ну вот вот это вот крупный да вот это еще куда внесло с этим как выходишь живешь и нормально но просто когда ты даже крупными даешь тебе отвалят сдачу и сдача будет вот такой то есть вот это вот такая портянка которую если сложить вместе становится такой весомой пачкой которая явно оттягивает карман то есть те люди которые хотели себя почувствовать при деньгах да вот взяв все это в руку могут это сделать это причем я старался спихивать мелочь по всякому хотя проще дать крупное тебе просто дадут мелочь и ты не будешь заморачиваться подсчетом потому что ты еще визуально не знаешь где какая листаешь всматриваешься в общем очень долго очень много времени уходит на расчет вот и мне не понравилось работать с копейками вот в виде бумажных все-таки копейки это копейки ну здесь конечно все-таки играет роль то что я их визуально не знаю мне просто не так быстро не так не так быстро у меня получается считать нужную сумму мы выбрались на прогулку сейчас мы пойдем пойдем по проспекту Ленина мы находимся вот здесь сейчас пойдем сюда и если повезет дойдем до парка отдыха вот это единица привокзальная площадь там вокзал слева и вот направо ходит улица Ленина по ней мы и пойдем смотрите что интересно билет на продающийся троллейбус называется троллейбус а элемент на месяц троллейбус в описании интересный факт вот такие вот абсолютно плоские сетопоры тоже с таймерами почти уже везде такие и так на украине произносится почта почта по местному а так это отделение типичное в целом довольно-таки чистенькие опрятные улочки пустын на пустын в целом «пустын» в целом «пустын» Звучит музыка. Там сзади сейчас танцульки. Там очень много стариков. Я сейчас спросил у одного жителя, что такое сегодня дата может быть какая-то. Он говорит, что в субботу и воскресенье приходи в ход свободный. Так что вот так вот жители проходят досуг вечером. Это уже на двери нет? Все, ну скоро я иду. Пока идем по проспекту Ленина. Обратная костинка. Второе скажу, что здесь с мясом. И с ценами на мясо и молоко. То есть это первое, видео с ценниками немного. В основном народ не хочет, чтобы кто-то снимал. То есть пока никто из магазинов не согласился так свободно позволить снять. Так что все устно буду пересказывать. Значит, цены на молоко в принципе не отличаются сильно от российских. Ну, может быть на пару рублей. То есть здесь, можно сказать, что цены на молоко тем и самыми. То есть самое относительно вкусных всяких пирожков, булочек. То есть все, что вкусненькое. Ну, снеки, закуски. Они по цене будут примерно такие же. А вот на мясо тут очень большая разница. Если вот по меркам мосту 200 рублей за килограмм. Это один из самых низких ценников для сосисов. То есть здесь для них самый сплинток. Это где-то 80 рублей пересчет на рубли. Тех 120 уже идут более качественные. Что в нашем мире стоило бы где-то 250-300. Значит, в белорусских рублях самые дорогие колбасы, не считая копченых, прям совсем по карману, а где-то 100-120 тысяч в белорусских. То есть можно взять за потолок, ну, умеренный потолок, да, нормальных продуктов, 300 рублей с пересчетом на русские рубли. Вот, ну, это именно потолок. А вообще все начинается от 35 тысяч белорусов за килограмм, примерно 80 рублей русских. Ну, и немножко повышается. Как для докторской, так и для сосисок. Ну, копченые они, конечно, чуть-чуть подороже, но все равно не сильно. То есть дельта в два раза здесь просчитывается очень хорошо. Вот, мороженое. Не отличается по цене. Самый дешевый рожок 70 грамм, где-то 12-14 рублей получается. Ну, в принципе, точно то, что там еще и ценники, очень маленькие. Нужно точно умножать, чтобы разницу. Несколько рублей не потерять, перегоречить. Поэтому, может быть, там разница и есть. Ну, пара выглядит, без погрешностей. Ну, вот такие дорогие. Да, билет в кинотеатр. Относительно уфим. Вот сейчас про Джобса в прокате идет фильм. Он недавно вышел. 25 тысяч. Белорусский, это 10 рублей. То есть, очень-таки бюджетно отличается. Вот, если успеем, вернемся к миссиямсу. Может быть, что-нибудь даже с ним. Операциями заниматься, кажется, собирается. Вот, о том, что из себя представляет зал. С кем это большой зал. Насколько он новый, качественный. Известный. Поэтому, по цене 100 рублей, может быть, и нормальный для этого. Компетит. Но более как-то дороже. Не знаю. И по поводу освещения улиц. Если улица большая, она будет освещена. То есть, все крупные улицы здесь вроде бы подсвечены. Но фонарики идут далеко. А вот это темные-темные. Только вот автомобиль впереди освещает. То есть, здесь такое условное освещение. То есть, иногда можно встретить в России поселочек, где ни одного пешехода за полчаса нет. Но при этом там фонари горят. А вот здесь вот так вот. Продолжение следует...